Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». С вами сегодня Ирина Чекунова. Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190 и задавать свои вопросы. А сейчас представляю гостя сегодняшней программы. Итак, сегодня у меня в гостях Сергей Борисович Лежников, прокурор Тверской области, государственный советник юстиции третьего класса. Сергей Борисович, здравствуйте! Добрый день! Спасибо, что вы кроили время, пришли от вашего напряженного, думаю, графика и пришли сюда поговорить, по большому счету, с огромной аудиторией жителей Тверской области. Для тех, кто не знает, вы чуть больше года занимаете пост прокурора Тверской области. Буквально несколько слов о том, где приходилось работать раньше. Еще раз добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Да, в Тверской области я работаю чуть больше года. Прибыл я сюда с Урала, где практически всю свою работу в прокуратуре начинал. Там она у меня продолжалась до прошлого года. Я работал в Челябинской области, после этого был назначен в Курганскую область. Из Курганской области я приехал в нашу Тверскую область. Вообще-то далековато, да, и разница, и климат-то, наверное, и люди. А проблема у всех людей одинакова? Вот что вот в нашем Верхневолжье, что там, на Урале? Ну, хочется сказать, что в каждом субъекте там есть своя специфика, но в основном проблемы одни и те же. Урал, Челябинск, это была более промышленная область, но в то же время там было и сельское хозяйство. Курганская область, она более сельскохозяйственная. То есть, ну, ситуация, она, по сути, одинаковая. И проблемы у людей, они тоже практически те же самые, потому что мы все живем в одной стране. В Верхневолжье, чем вот так вот, может быть, поразило больше всего вот наш Верхневолжский край? Ну, может быть, озером Селегер. Вы, кстати, бывали на Селегерии? На Селегерии я бывал, прекрасное озеро, прекрасные места, мне там очень нравится. А чем поразило, наверное, тем, что вот, живя за Уралом, там, где не было войны, по сути, там, последняя война, это была гражданская. И вот, когда ездишь по нашей области и видишь вот эти захоронения воинские, и понимаешь для себя, какие тут были кровополитные бои, то вот это, наверное, оставляет самое неизгладимое впечатление. Да, у нас же, по большому счету, вся земля плита окружена. Да, вот это, и когда ты едешь, ты понимаешь, что ты едешь на машине, там, в какой-то район, да, и понимаешь, что ты едешь по, ну, наверное, это будет некрасиво, но других слов я не могу, по костям, по костям защитников нашей Родины. А ведь да, 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 вы знаете, да, до сих пор работают пасковики, и понимают, и когда я спрашиваю, когда же закончится ваша работа, Ну, неизвестно, когда она закончится, потому что, ну, огромное количество погибших, и они, вот это, наверное, самое, оставляет глубокое впечатление и в душе, и в жизни. А так, прекрасный край, прекрасные люди, прекрасная река, прекрасная природа. Да, природа у нас очень красивая. Люди, на ваш взгляд, насколько доброжелательны и насколько готовы сотрудничать вот с той же самой прокуратурой? Вот мы будем, впереди у нас разговор о выплате заработной платы, просто я знаю, что некоторые побаиваются. Не будет ли репрессий, да, вот мы пожалуемся на своих работодателей, и как-то сотрудничают с органами? Люди сотрудничают, мы людям разъясняем их права. Главное, человеку разъяснить право и показать то, что, ну, во-первых, таких случаев не было, что где-то работодатели, по крайней мере, нам они неизвестны, что где-то работодатели после обращения в прокуратуру начинали давить, зажимать. Да, такого не было, и где-то даже, наверное, работодатели вот эти заявления, да, они несут определенную ответственность административную, там, уголовную, ну, это немножко другая тема, да, но где-то им и в какой-то мере выгодно вот эти обращения нашего интереса граждан в суд для того, чтобы денежные средства, поступающие на счета, они не уходили по картотеке, там, выставленным налоговым органам, еще кем-то, да, а уходили, потому что это будет первая очередь, и уходили сразу на выдачу. Да, 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 и выплатить заработную плату вот этим людям. То есть вы для них определенный стимулятор, да? Да, 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 и помощник в том числе. И помощник. Но вот это не освобождает их от ответственности, и мы их привлекаем к ответственности, так что тут у нас вплоть до дисквалификации. Но мы о заработной плате поподробнее поговорим чуточку попозже. Сейчас давайте подведем некоторые итоги 2019 года, да, основные акценты на чем были сделаны, и как, по-вашему, прошел минувший год? Ну, основные акценты перед нами поставлены Генеральным прокурором, Президентом Российской Федерации, и мы старались охватить те направления надзорной деятельности, которые являются актуальными в большей мере на нашей территории. У нас вот надзор можно подразделить на два таких больших направления. Я не скажу, что они основные, они большие. Это надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования. Могу в него включить, в том числе и поддержание государственного обвинения. И так называемый общий надзор, но это соблюдение федерального законодательства, это по большому счету все остальное. Сюда я включаю для себя, по крайней мере, это и соблюдение прав несовершеннолетних, и участие прокурора в гражданском арбитражном судопроизводстве. То есть вот эти две основных или наиболее объемных ветви нашей надзорной деятельности. Называть цифры, ну, хочется сказать, что мы по надзору за соблюдением федерального законодательства в прошедшем году выявили 55 тысяч нарушений. 55 тысяч? 55 тысяч. Если сравнивать с показателями предыдущих лиц, это много? Это уровень. Это уровень. То есть это обычный? Чуть больше, чуть меньше, там, по-моему, минус 0,1 процента. То есть это обычный уровень по отношению к 2018 году. Вот этих нарушений. 55 тысяч. Хотя кажется, что очень много. Ну, кажется, что очень много. Но там разбивается ли эта цифра на различные направления. Зарплата, права несовершеннолетних, соблюдение земельного законодательства, экологического, защита прав предпринимателей. И там еще есть большое количество тех направлений. Ну, и более 80 тысяч нарушений выявили в процессуальной деятельности. Органов предварительного расследования, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Это непосредственно, что касается МВД, да? МВД, Следственный комитет, Служба судебных приставов, то есть те органы, которые осуществляют расследование уголовных дел и проводят оперативно-розыскную деятельность. Это несоблюдение сроков там в чем или вообще на что мы можем здесь акцентировать внимание? В том числе несоблюдение разумных сроков уголовного судопроизводства. Это нарушение приучетно-регистрационной дисциплине. Прокурорами на учет поставлено более тысячи преступлений. То есть те, которые были не зарегистрированы в органах внутренних дел по различным причинам. Да. По различным причинам, как ранее известно, это как у нас есть такая формулировка, то есть те решения, те заявления, по которым были приняты решения об отказе от возбуждения уголовного дела, по нашему мнению, они были незаконны. И мы отменяли эти решения и требовали возбуждения уголовных дел. То есть это как качество проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел. А это же очень важно, потому что расследование уголовное дело о качестве, о чем он говорит. Но это же задача, как правоохранительных органов, это защита прав потерпевших от преступных посягательств, ну и наравне с ней защита граждан от необоснованного уголовного преследования. То есть это вот должен быть не баланс, должна быть законность, как при защите прав потерпевших, так и защите прав, как бы это кому-то ни казалось странным, обвиняемых и подозреваемых по уголовным делам, потому что нельзя допустить привлечения невиновных к уголовной ответственности. Нарушения вот эти, они выявлены с помощью самих же людей, то есть пишут вам, или вы сами выходите с проверками и смотрите внимательно, надираете? Или люди обращаются чаще? Тут есть и выявленные по обращениям граждан нарушения, да, и есть те нарушения, которые мы выявляем в своей повседневной деятельности. Вот перед каждым прокурором, она перед нами, задача стоит, мы должны проверить каждый отказной материал, мы должны проверить каждое уголовное дело, по которому приняты процессуальные решения, начиная от стадии возбуждения и заканчивая уже принятием окончательного решения, вплоть до направления дела в суд, приостановления, прекращения, то есть вот это, то есть каждый материал, каждое заявление граждан, оно проходит через прокурора. И решения, которые по этим заявлениям принимаются, законность их проверяется в прокуратуре. У нас по соблюдению федерального законодательства мы проводим плановые проверки, где необходимость возникает, проводим неплановые проверки в учреждениях, организациях, в органах власти, которые мы для себя, необходимость этих проверок формируем после того, как проведем анализ состояния законности на той или иной территории, ну или в целом на территории области. Вы говорите, довольно-таки большая нагрузка. Нагрузка вообще на прокурора большая. Хватает сотрудников прокуратуры? Есть нехватка кадров? Я думаю, что спросите любого руководителя правоохранительства, скажут, не хватает людей, нам бы побольше. Раза бы в два, и вот я думаю, что жизнь бы наладилась. Конечно, люди работают напряженно, потому что тот объем, который необходимо перелопатить, он очень большой. И мы, распределяя вот свою кадровую составляющую, кадры по территориям, да, мы это делаем с учетом анализа нагрузки на каждого сотрудника. Там анализируем количество жалоб, преступлений, материалов. То есть вот все наши эти показатели надзорной деятельности, их пытаемся каким-то образом сделать ее равномерной. Конечно, понятно, что нагрузка на сотрудников в прокуратурах районов города, она выше, чем в том же самом Фировском районе, да. Но вот в Фировском районе прокуратура стоит из трех человек. Всего. Давайте мы продолжим через несколько минуточек, у нас пришло время рекламы, а потом вновь вернемся в эту студию. Уважаемые друзья, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я считаю, что против меня совершено преступление или какое-то противоправное действие. Что делать дальше? Что мы можем сказать людям на такое высказывание? Ну, на такое высказывание хочу сказать людям, что никто не имеет права из сотрудников полиции не принять у них заявление. Как кто в дежурной части районного отдела, или там отдела полиции, отделения полиции, так и участковый уполномоченный. А было, там не было, человек иногда сам не разберется, на это есть представители власти. Они обязаны принять заявление, провести по нему проверку и принять решение. Есть различные виды решений, вплоть до того, что там, ну, это будет, как и списание номенклатурное дело, отказ возбуждения уголовного дела, возбуждение дела, направление материалов, другие там органы по подследственности. Но это заявление должно быть принято и по нему должно быть, извините за тавтологию, принято процессуальное решение. Если не реагирует к вам? Если, не дай бог, не приняли у вас заявление, то прямая дорога в прокуратуру. Мы разберемся и были, и сейчас у нас пока таких дел нету, наверное, это хорошо, либо... Ну, я надеюсь, что это хорошо, да, у нас нет уголовных дел в отношении сотрудников полиции за отказ в принятии заявления. Ну, хорошо. Но в России такие дела существуют. Хорошо работают все, кому мы доверяем, да? Ну, дай бог, что эта ситуация так обстоит, и изучая ежедневно-оперативную сводку, которую нам представляет УВД, да, я обращаю внимание и свое, и коллег, и потом у меня доклад о том, что преступление совершено 5 дней назад, 7 дней назад, неделю, месяц, иногда поступает зрение, что преступление совершено год назад, для того, чтобы изучить, а почему так поздно оно зарегистрировано. Бывают такие, ну, зачастую или всегда, граждане обращаются сами поздно. Бывает, бывает, хотя говорим, сроки важны везде. Да, но мы с ними составляем беседу, и хотя бы для себя понимать, что не было ли той ситуации, о которой вы сказали, что они обратились в полицию, у них там один дежурный не принял, они пришли через полгода. Тоже какая-то текучка, мало ли что. Да, они пришли через полгода, другой дежурный у них принял. То есть, вот такие проверки мы проводим, и я обращаю, еще раз повторюсь, свое внимание, внимание коллег на то, что вот, как это произошло и почему долго не регистрировалось. И сейчас, изучая сводки, да, у нас завершается большое количество преступлений от этих мошенничеств со сбережениями граждан. Ой, сейчас это беда, Вал. Это вот, я пользуюсь возможностью, хочу обратиться к гражданам. Не поддавайтесь ни на какие уловки. Кто там кому обещает сохранить чьи деньги, да не бывает такого. Это в начале, я помню, лет 5 еще назад, 10, приходили к старикам, обменивали, типа у нас будет денежная реформа, потом еще банки приколов, потом еще какие-то. И вот сейчас модернизация пошла, 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 и пришли, снимают с банковских карт, и откровенно люди называют свои пин-коды конфиденциальной информации сами. Да, да, да. Вот этого нельзя делать. Мне самому раза два или три звонили на сотовый телефон, это предлагали там сохранить мои деньги, еще что-то. Ну, видать, в связи с тем, что я осведомлен, что так, я, конечно, на это не купился. Это очень хорошо, что мы обратились сейчас с вниманием, потому что это вал преступлений. Это вал, это в день у нас регистрируется, я не полукавлю, по области порядка, наверное, ну, 7-8 таких преступлений. И куча денег снимается, миллионами. Куча денег, бывают и миллионами, бывают и миллионами, вот эти граждане свои деньги. Это когда, говорим всегда, думайте головой. Да. То есть, позвоните сами, положите трубку, позвоните в банк сами и спросите, было ли что-то. Да, дойдите до банка. Дойти до самого начала. Да, вот никто ничьи деньги без судебных решений никуда не спишет, никуда не денет, если там вам звонят и представляют сотрудниками банка. Потому что это вот бич, это проблема. Эти преступления раскрываются, но не так, как нам хотелось бы. Ну, конечно, это же сложно раскрытие, иной раз других регионов. Есть технологии, да, другие регионы, и вот эта подвижность всей этой интернет-системы, она потом не позволяет, там зачищают. Ну, очень сложно, раскрывается очень сложно. Ну, и цель же какая? Раскрыть и возместить ущерб гражданам, да? Конечно. А зачастую там, и даже если мы его раскрываем, то возмещать-то уже не с чего. То есть, вот раскрытие-то, конечно, очень важно. Установить лицо, но главное же гражданам вернуть то, что у них было похищено. А это нам пока, к сожалению, не удается, потому что деньги тратятся. Ваш совет всем, Сергей Борисович, другая категория, возвращаясь к заработной плате. Как получить заработанное, да? Потому что не в 90-е годы живем. Это когда у нас было принято иной раз натурпродуктам платить, там, или яйцами, или капустой, или тем, что производишь. Сейчас заработная плата, на что жить? Ну, вот у нас на сегодняшний день в области задолженность по заработной плате составляет 77 миллионов. 77 миллионов? 77 миллионов. Это же очень много. Это очень много, и 90% ее приходится на предприятия банкроты. Это огромная цифра. Мы вторые, по-моему, в Центральном федеральном округе по задолженности. Это наш позорный рейтинг. Мы отдаем отчет. Но в прошлом году она была выше. Мы год начинали практически с 95, что ли. То есть сейчас она гасится, и мы ошляем пристальный надзор за теми предприятиями, за теми руководителями, которые руководят этими предприятиями. Это, как вы говорили, что заработная плата, выплата – это в первую очередь. Это в первую очередь. И я своих коллег ориентирую на то, что пусть они себя поставят на место тех граждан, которые не получают зарплату. Ведь это же все за собой влечет. Это и ЖКХ, и детский сад. Ну все, это жизнь. Это люди, за которыми стоят семьи. Вот Ржевский краностроительный завод – 50 миллионов за должность. Предприятие в стадии банкротства. Да, мы начинали ее в прошлом году, в начале года. Когда я приехал сюда, там было больше 90. Да, за год мы погасили, не мы, с привлечением и конкурсного управляя, и исполнительного директора. Там пристальный надзор был. Да, нам удалось погасить 40 с лишним миллионов. Но это же не вся сумма. А формировалась эта задолженность еще в середине 2010-х годов. Сколько лет? Да. И сейчас сдвинуть это все в короткий срок, но ваша задача, чтобы как можно быстрее люди получили? Конечно, наша задача стоит, и мы контролируем, как идет, сейчас уже там они вышли на реализацию имущества. Но эта процедура не быстрая, и вот эта реализация, она уже несколько торгов была, они не состоялись. То есть, это все сложно. Просто сформировать задолженность, сложно ее взыскать. И я призываю граждан, если есть факты невыплаты заработной платы, даже частичные, даже уже в течение, там, вот, зарплату уплачут два раза в месяц. Не выплата один раз уже, вот, первого раза, да, она должна вас... Это уже повод. Это повод обратиться в прокуратуру. Не ждать полгода, да, как может быть? Ну, подождем еще... И наши упущения были. Я нисколько не снимаю ответственности с себя, со своих коллег, да. И вот и граждане где-то не обратили наше внимание. У нас Максатиха, там лесопромышленный комплекс. По-моему, 7 миллионов задолженности. Для Максатиха это уже... А Максатиха это огромная цифра. И мы... И она формировалась тоже полгода. И, к сожалению, и мы разбирались с прокурором, и выясняли, почему это произошло, и приняли определенные меры, что вот эта задолженность, да, она формировалась не один месяц. Она формировалась где-то в пределах, там, полугода. И, конечно, сейчас тяжело прийти, и... Ну, грубо скажу, ну, как есть, вытрясти с них эти деньги. Ну, а по-другому, наверное, не получится. И я сам встречаюсь с этими руководителями, вызываю к себе, и беседуем, и где-то... Принимаем меры, это 100%, там, без вопросов, без вариантов, но... Наложить штраф, ну, там, органам административной юрисдикции на этого руководителя, да, это не значит, что выплатят зарплату. Ну, конечно, штраф, это дополнительное обременение. То есть тут мы и процессуальными способами пытаемся, не пытаемся, выбиваем, да, эту зарплату, но иногда непроцессуальными, ну, как получается, но людям деньги надо платить. Здесь союзники у вас есть, может быть, представители власти, или кто-то, я знаю, что у вас дополнительное, и совещание проводите, и дополнительные меры какие-то к решению этой проблемы. С нами вот активно этой работой занимается и правительство региона, и они ищут и находят варианты для вывода определенных предприятий из кризиса, для того, чтобы и инвесторов им подыскивать. То есть этой работой правительство региона занимается вплотную, и каждый понедельник, вторник на правительстве губернатора этот вопрос обсуждается и докладывается министром правительства области. Ну да, потому что занимается рыбалка, кудачево. Да, и ищут, и находят инвесторов, и принимают меры к восстановлению работы. Вот Балаговский завод стекольный имени Лунычарского, да, нашли инвестора, восстановили. Да, там не хватило конкурсной массы на погашение всей задолженности по зарплате, но люди, которые работали на этом предприятии, они сейчас вышли работать на новое предприятие, и вроде, дай бог, мы надеемся, что работа восстановится, и жизнь будет в Балагове развиваться. Потому что нет предприятия, нет жизни. Конечно. Негде работать, все, люди уезжают, кто не уезжает, остаются там, но уже ведут определенный образ жизни, потому что... В характере русского человека, к сожалению, да, все свои беды запевать. Это все взаимосвязано, была ситуация, да, я работал еще в Черябинске, был город, где закрылось градообразующее предприятие, выросла преступность. Открылось предприятие, преступность упала, люди пошли работать, им некогда было, чем попало заниматься. Да, и грабить, что-то жить надо правильно, по-человечески посмотреть на эту проблему. Так что зарплата это для нас, наверное, да не наверное, это одно из приоритетных направлений. Я своих сотрудников практически, там, два раза в неделю мы собираемся и обсуждаем, как обстоят дела, и что мы можем сделать для того, чтобы принять меры и погасить эту задолженность. Значит, еще один практический совет всем, кто нас слушает. Вообще, я хотел бы сказать, 170 миллионов в прошлом году по актам прокурорского регирования погашено задолженность. 170 миллионов, это же тоже, это реальная результата. Нет, это реальная работа, но вот где-то у нас, я говорю, та задолженность, которая образовалась, вот, нельзя ее просто допускать образование. И для того, чтобы не было задолженности, мы работаем совместно с налоговой инспекцией, мы видим те предприятия, которые не платят НДФЛ, не платят НДФЛ, значит, не платят зарплату. И нужно начинать вот прямо вот с первых дней, когда начинает образовываться, чтобы не допустить такого роста. Еще один раз напомним нашим телезрителям и радиослушателям, если хотя бы месяц задолженность, сразу в прокуратуру. Один раз не выплата, приходите к нам. Один раз не выплата, уважаемые друзья. Приходите к нам, мы разберемся и примем все меры, которые необходимы. Потому что нарастить просто, выплатить потом очень сложно. Это как квартплата, не платишь месяц, ну, вроде ничего, два, три, а потом, когда опять не платишь, отдать вот эту сумму очень сложно. Вот, кстати, о квартплате. Я думаю, что ЖКХ людей волнует не меньше, да? Проблемы ЖКХ, к сожалению. Мы уже за этим круглым столом обсуждали не раз проблемы, и люди к нам обращались. И даже вплоть до того, что подделывают управляющие компании подписи несуществующих собраний, с этим разбираются и полиция, и сотрудники прокуратуры. Проблем много. Что мы можем реально посоветовать здесь людям, и какая работа проводится по сфере ЖКХ? Ну, сфера ЖКХ – это тяжелая тема, ну, для всех, наверное, субъектов, для всей России. Потому что вот этот не только жилищный фонд, да, но и те сети, через которые подаются жилищно-коммунальные услуги, они находятся в большинстве своем ветхом состоянии. И для того, чтобы их привести в работоспособное, стопроцентно годное состояние, это нужны огромные-огромные деньги. И взвалить на собственников жилых помещений, да, на лиц, которые оплачивают услуги ЖКХ, вот эти затраты, это невозможно. И поэтому, наверное, мы пока латаем те дыры, которые у нас появляются. К сожалению, это так. К сожалению, мы еще очень много зависим от зимы, и вот хорошо, что у нас была такая зима нехолодная. Я с вами согласен. Когда я приехал сюда год назад, да, после Нового года, в 19-м году, у меня три дня дома не было тепла, потому что прорывало трубу магистральную. Прорывает, да. А трубы эти проложены еще при Советском Союзе. Да, да. А когда я жил в Кургане, то там нередкость была, что отключали город на двое суток от холодного водоснабжения. То есть, вот в каждом субъекте там свои проблемы. И у нас эти проблемы возникают, и мы продолжим эту практику в начале отопительного сезона текущих годов. Мы проводили горячую линию, поступали нам заявления от граждан, мы разбирались в каждой ситуации, привлекали виновных к ответственности, понуждали. Вот мерами прокурорского реагирования мы понудили поставщиков ресурсов возобновить поставку, потому что они за неуплату отключали. И в нескольких районах, вот по актам реагирования, у нас была восстановлена поставка газа, электроэнергии, и после этого был начат отопительный сезон. Мы практически отслеживаем каждую аварию, которая происходит на сетях и в течение отопительного периода, для того, чтобы есть норматив отключения, превышение норматива влечет за собой административную ответственность. Но нужно отдавать себе отчет, что там хорошие штрафы на юридическое лицо, что если мы будем накладывать эти штрафы на юридических лиц, то эти деньги лягут на плечи граждан. Жильцов, граждан, и вместо того, чтобы использовать те же самые 100 тысяч штрафа, 100 тысяч рублей на какие-то работы, они будут в бюджет. И мы в большинстве своем привлекаем руководителей к административной ответственности этих организаций, но там тоже нормальные штрафы, нормальная ответственность. Здесь важна золотая средина. Да, 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 потому что и к управляющим компаниям те же самые принимаем меры, да, но опять же я и коллег своих ориентирую на то, что нужно посмотреть, на кого ляжет время оплаты этих штрафов. Но руководитель, ради бога, он шел, он знал, куда идет, он понимал, какая на нем лежит ответственность. Просто-то очень сильно рвутся они туда, да, на руководящие должности. Есть факты, когда мы выявляем в том числе в их действиях преступления, присвоение, распространение. Было, да, у нас много в Тверской области. То есть это выявляется, эти дела расследуются, направляются в суд, но нужно понимать, что вот когда мы на граждан будем, вернее, когда мы на юридическое лицо, то это плательщик будет гражданином. Ну, я думаю, что сотрудники прокуратуры районных, городских, да, вот по всей области, они объясняют людям, в чем дело, да. То есть на контроле этот вопрос, да. Обращаться можно в прокуратуру. Мы смотрим, там у нас, как вы говорите, коллегами является ГЖИ, где какие-то жалобы мы отправляем. Им они разрешают, да, те ситуации, которые требуют оперативного вмешательства, мы их стараемся разрешить сами. Вот последний пример, это у нас в поселке Радченко было отключено отопление, в пятницу отключили, да, и глава, не глава администрации, никто не начал чесаться. Пока вот не включились, не дали волшебного подзатыльника. Ну, слава богу, мне сегодня доложили, что вчера вечером, там, эти 80 метров трубы были заменены, и людям дали тепло. И это вы правильно говорите, что это наше счастье, что и тут зима такая, и климат помягче. Хотя всякое бывает. Всякое бывает, год на год-то не приходится, тут надо быть готовым заранее. На Урале отключение, там, в морозы, на сутки, это все, это разморозка всей системы. Еще одна такая проблема, защита прав предпринимателей, да, довольно-таки непростая экономическая ситуация, очень важно развивать бизнес, да, как его иные говорят развивать, что, если кругом вот обложили с разных сторон, что мы можем здесь сказать об этой работе? Ну, в соответствии с федеральным законодательством, на прокуратуру, ну, это, наверное, одно из, ну, не основное, одно из направлений нашей деятельности, это согласование внеплановых проверок бизнеса, органов и контроля надзора, и формирование сводного плана ежегодных проверок. То есть, существует план? Да, начнем с того, что существует план, который формируется до сентября месяца текущего года на следующий год. И с этим планом ознакомлены, да? Формирование этого плана возложено на прокуратуру. То есть, все органы контроля надзора, они приносят свои хотелки в прокуратуру, мы их анализируем, смотрим и уже либо оставляем, но там есть критерии, по которым проверки не могут быть проведены. Они предусмотрены федеральным законодательством, ну, нерадивые составители своих планов включают те организации, предприятия различных форм собственности для проведения проверок. И вот наша задача исключить, не допустить проведения вот этих незаконных, плановых проверок. Плановые проверки доводятся до представителей бизнеса? Конечно. План формируется, и он размещается на сайте прокуратуры области. Там есть когда, какая организация, кем будет проверить. То есть, все могут посмотреть это открыто? Конечно, и увидеть себя. И вот этот план сформированный, размещается на сайте, руководители могут увидеть, посмотреть и, ну, по сути, и подготовиться. Но есть вторая форма проверок, это внеплановые. Там тоже определенные процедуры, согласуются эти внеплановые проверки тоже с прокурорами. Вот хочется сказать, что мы треть тех мероприятий, которые планировали с контрольно-надзорными органами, не включили в плановые проверки, ну, и порядка где-то, наверное, 40-50% внеплановых проверок мы тоже не даем разрешения на их проведение. Незаконно? Ну, по нашему мнению, да, и, ну, наше мнение тут, оно играет важную роль, потому что мы принимаем эти решения. То есть, там есть определенный перечень для проведения плановых, определенные условия, и если они не соблюдаются, мы запрещаем проведение этих проверок. В чем, по-вашему, вообще вот сейчас вот беда вот такая вот, чем, может быть, с вашей стороны, вашей работой помочь как-то бизнесу Тверскому? Ну, бизнес должен в том числе и сам принимать меры к защите своих прав. Мы иногда бизнесмены, вот у нас в области осталось, по-моему, с порядка 150 миллионов задолженность перед бизнесом. И на вопрос к бизнесменам, почему они не, от госмуниципальных заказчиков. Мы погасили в прошедшем году значительную сумму этих денежных средств, но вот сформированная задолженность, мы примем меры для того, чтобы ее минимизировать, и она была какой-то там, ну, по-моему мнению, приемлемой, хотя ее вообще не должно быть. Потому что все конкурсные мероприятия проводятся только после того, как есть денежные средства. Нет денег, не надо ничего проводить. А так это на будущее, может быть, кто-то даст, вот у нас поэтому она и сформирована задолженность. А часто к вам за помощью обращаются представители бизнеса, предприниматели? Да, обращения поступают довольно часто, мы разбираемся. В основном обращения поступают на действия, вот тут это наш функционал, мы будем им заниматься. Вот когда спорит бизнесмен с бизнесменом, это... Лучше туда не лезть. Это уже гражданско-правовые споры, есть порядок их разрешения, есть арбитражный суд. Обращайтесь в арбитражный суд, разбирайтесь между собой, кто из вас кому-то что задолжал. Но есть те споры, которые возникают из правоотношений органов власти и бизнеса, да. Вот здесь мы подключаемся и принимаем все меры к восстановлению прав бизнеса. Начиная от того, что мы изучаем базу нормативную, которая действует в субъекте, в муниципальных органах власти, на законность, на наличие либо отсутствие коррупциогенных факторов в них, и принимаем меры реагирования для того, чтобы привести ее в соответствие закону. Начиная там с регламентов оказания каких-то услуг и заканчивая, ну, совершенно разные направления муниципального нормотворчества. Вот это вот наша работа, да. Если считать бизнес, что, возвращаясь к проверкам, что проверка проведена незаконно, они вправе обратиться к нам и мы оценим. Потому что не исключены, есть такие факты, когда органы контроля, надзор, они не согласовываются с нами на свой страх и риск, идут и проверяют. То здесь вы стоите на страже, что называется, да, в очередной раз говорили, обращайтесь в прокуратуру. И у нас есть, вот мы с Антоном Владимировичем, он проводил, я участвовал, с Тамплевским, да, проводили встречу с властью, по-моему, у него называлось мероприятие, и бизнесмены обращались, и мы с ними беседовали, и после этого принимали от них обращения, проводили проверки, и зачастую, да, обращались в том, что неодрежащие расследуются уголовные дела, которые совершаются, преступления совершаются в отношениях. И я согласен, что такие факты присутствуют, и мы принимали меры реагирования в отношении органов расследования, лиц, проводящих это расследование. То есть защита бизнеса – это задача, которая перед нами поставлена и президентом, и генеральным прокурором. Но и бизнес должен быть тоже ответственным, оказывая какие-то услуги, должны их оказывать качественно, чтобы у нас не страдали люди. Мы поговорили о защите предпринимательства, еще один не менее актуальный вопрос – защита прав несовершеннолетних. У нас дети и подростки не всегда стоят на первом месте. Да, дети – наше будущее, и защита их прав, она тоже, это у нас отдельное направление деятельности. Есть у нас отдельное подразделение, которое считает надзор за правами несовершеннолетних. Но хочется отметить, что тоже значительное количество нарушений выявляется в этой сфере. Мы периодически, постоянно проверяем органы профилактики, выявляем нарушения в их деятельности. Мы вот с прошлого года прокуратура начала осуществлять такую форму нашего взаимодействия с органами системы профилактики, как посещение семей, находящихся в социально опасном положении. Как часто, да, именно в зону риска попадают именно дети. Именно, да, вот в этих семьях. И вот мы проверили в прошлом году, мы продолжим. Это не значит, что мы пришли один раз, ушли и больше никогда. Мы периодически будем возвращаться к каждой семье. И вот в прошлом году сотрудники прокуратуры проверили порядка двух тысяч таких семей. Выявлялись факты, когда пришлось обращаться с заявлениями о решении родительских прав. Когда привлекали родителей к административной ответственности за ненадлежащее воспитание ребятишек. То есть вот этой работой мы занимаемся. Да, у нас в прошлом году в целом произошло снижение преступности несовершеннолетних. Это положительная тенденция. Но я говорил, и вот этот мой прогноз, он сбылся. Мы с коллегами обсуждали, что причиной снижения преступлений, совершенных несовершеннолетними, стало то, что у нас снизилась общая раскрываемость преступности. Общая раскрываемость. В текущем году она выросла, и вот за первые два месяца этого года у нас преступность несовершеннолетних выросла на 40%. То есть это аксиома, который не требует никаких доказательств. Чем выше раскрываемость, тем больше выявляется преступлений, совершенных несовершеннолетними. У нас произошел рост преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Еще мы ищем часто детей, которые у нас сюда и потеряшки, и прочее. А ведь это тоже могут быть объектами посягательства преступного. Ну, большая часть ребятишек, 99,9, это те, кто ушли из дома. Но мы разбираем с каждым случаем, почему он ушел. Может быть, даже врачина в той же самой семье. Да, вот один из последних случаев, где пропали два мальчишки, возбудили дело, ну, там, разобрались с этим уголовным делом. Но суть не в этом. Суть в том, что один из них ушел, потому что у него возник конфликт в семье. А друг просто там, за компанию. И вот эти конфликты в семье, да, они становятся часто причинами ухода несовершеннолетних. У нас дети уходят из учреждений, руководители которых осуществляют над ними опеку. Там тоже причина зачастую там то, что они не заняты. С ними особо никто не занимается. И мы реагируем на все на это. Ой, это сколько проблем. Я вот слушаю, насколько хватает времени. Это огромный пласт. И вот все проверить, да, начиная с комиссии по делам несовершеннолетних, и заканчивая подразделением по делам несовершеннолетних в полиции, да. Это вот та работа, которую мы должны делать. Совместно с полицией, совместно со Соединенным комитетом, потому что вот у меня здесь в гостях очень много представителей всевозможных правоохранительных структур. Мы говорим в сущности об одних и тех же проблемах. Насколько вы работаете, что называется, как сжатый кулак? Ну, прокурор является председателем координационного совещания руководителей правоохранительных органов. То есть мы отвечаем за координацию деятельности всех правоохранительных органов. На своих совещаниях мы обсуждаем те проблемы, которые волнуют нас всех. Вырабатываем совместные решения для того, чтобы, как вы говорите, как сжатый кулак, работать вместе. И вот эти обсуждения, они зачастую приносят и положительный результат, но они на это нацелены. И мы анализируем там с определенной периодичностью, как исполняются вот эти наши решения координационных совещаний. Что изменилось, в какую сторону. Если не меняется, то что нужно сделать для того, чтобы был положительный эффект. А просто сесть от совещания ради совещания, это никому не интересно. То есть мы взаимодействуем с нашими коллегами и при правоохранительной деятельности, но совещания это больше цель на правоохранительную деятельность. У нас работают межведомственные группы. Мы проводим с сотрудниками полиции совместные проверки в районах. Тоже самое учетно-регистрационная дисциплина. Они смотрят, как работают их сотрудники. Мы смотрим, как работают наши. Потом собираемся в этом же районе, собираем руководителя, прокуратуру руководителя полиции. И обсуждаем, что недостаточно они делают на своей территории. Как видит эта полиция, как видим мы, для того, чтобы эту работу наладить. Эффективность должна быть, конечно. То же самое, наверное, и противодействие наркотикам. Потому что тема, она, к сожалению, по-прежнему актуальна в нашем регионе. Да, наверное, по всей России. Тема актуальна. И у нас в прошлом году произошел рост преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков. Он был связан в большей мере с тем, что мы поставили на учет преступления, которые связаны со сбытом тем гражданам, у которых были в крови или в биологических средах обнаружены наркотики. То есть, если есть наркотик в крови, то значит, был сбыт. У нас, к счастью, наркотики, ну, больше их вид на деревьях не растет. Да, к счастью, к счастью. Это действительно как яблоки в урожайный год. То есть, мы вот этой работой занимаемся и нацеливаем органы полиции на, в большей мере, они нацелены сами на выявление сбытов. И у них это достаточно хорошо получается. То есть, мы можем заверить жителей, что работа ведется. Работа ведется, но мы их нацелим еще на увеличение выявления хранителей наркотиков. Потому что это вот те лица, которые употребляют наркотики. Когда мы будем больше выявлять хранителей, у нас будет больше возможности выявить избытчиков. С нами, вот я хочу отметить и позицию нашего суда, которая вот по мере наказания, они взвешенно подходят к назначению наказания. И реальное лишение свободы у сбытчиков и таких хорошие сроки – это норма. Я помню времена, когда это были какие-то полтора-два года, к сожалению. А потом это все резко, и вот как-то это сыграло свою роль. Конечно, это норма. И вот чем больше им дают, тем это играет еще и профилактическую роль. Другой, может быть, подумает, а стоит ли. У нас в прошлом году, к сожалению, увеличилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в сфере сбыта наркотиков. Легкие деньги, кажется. Ну да, но за них ответственность. А за это ответственность какая? Бесплатный сыр, только мышеловки. Коль до судов дошли несколько слов, к сожалению, время катастрофически уходит. Гособвинение, ваша работа по работе в судах. Ну, гособвинение – это тоже вот наша основная функция. Это уже очень много всего. Прокуроры поддержали 6,5 тысяч обвинений в суде. За год? За год. Да, то есть суд рассмотрел 6,5 тысяч обвинений в каждом уголовном деле. В каждом уголовном деле нами принято участие. Мы занимаемся работой по тому, чтобы не допустить ходатайство, по крайней мере, перед судом, о невозможности рассмотрения дел в особом порядке тогда, когда у нас возникают сомнения в доказанности, верности к квалификации, в понимании человеком вообще того, что он совершил. И мое глубокое убеждение, и, к счастью, суды нас поддерживают, о том, что если человек совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения, то как он может через какой-то промежуток времени отдавать отчет, что вообще он что там делал? И так ли квалифицировано, так ли это все происходило? То есть мы считаем, что необходимо исследовать доказательства, и после того, как их исследуем, посмотреть, и правильно ли дана квалификация. И бывали случаи, когда выявлялись в ходе рассмотрения дела в общем порядке, что и доказательств особо нет. Либо их вообще нет, и получали мы оправдательные приговоры, выходя из этого порядка. Ну, что ж, это наша недоработка, это наши проблемы, которые мы стараемся решить. У нас за прошлый год судом вынесено 14 оправдательных приговоров. И вот те разговоры о том, что в Российской Федерации мало их приговоров оправдательных. Даже такая карательная система. Да, даже при такой карательной системе у нас немножко процесс уголовный другой. Есть страны, где возбудили дело, сразу суд отправили, там оправдали, не оправдали, никого не интересует. А у нас прежде чем дело уйдет, суд его изучит, расследует следователь, изучит его руководитель, потом прочитает прокурор района, и только потом он примет решение утверждать или не утверждать. Да, недаром мы всегда говорим о утвержденном, обвинительном заключении. Давайте еще времени мало. Транспортная система тоже очень волнует жителей региона, куда обращаться. Тем более, что сейчас потихоньку все налаживается, но все новое идет всегда со скрипом. Вот буквально несколько недель назад мы разговаривали в этой студии, очень было много жалоб. Транспорт Верхневожья – новая модель. Занимаетесь этим вопросом? Мы этим вопросом занимаемся, ну так же, как и всеми остальными, да, но у нас есть. Вообще прокуратура, в соответствии с законом о прокуратуре, она не должна подменять никакие контролирующие органы. И надзорные. Вот хочется сказать, что отвечает за реализацию транспортной реформы организатор перевозок. То есть создана такая организация. Мой совет гражданам, да, вот нужно обращаться в первую очередь туда, для того, чтобы, вот, если есть какие-то проблемы, они обязаны их решить. Есть министерство транспорта. И уже если вот эти органы, разрешив ваше обращение, не удовлетворили, вы считаете, что ваши права не были восстановлены, либо они не до конца разобрались со всеми с этими вопросами, да, обращайтесь в прокуратуру, мы разберемся с ними. Но в первую очередь за организацию перевозок, за контроль и надзор за этими перевозками отвечают вот эти две организации. Ну, я думаю, что мы объяснили людям, куда идти и что делать. Ну, вообще, по моему мнению, что ситуация налаживается. Ну, вот я сейчас смотрю, я сама пользуюсь постоянно этими автобусами, я смотрю, уже в час и пик добавлены новые автобусы, нет такой уже давки. И во все-таки в случае, ну, люди этого и хотели же, да? Все же нужно для людей делать, а не возвращаться в плохое, плохое, хорошее, старое, что называется. Еще один вопрос специфический. Прокуратурой Центрального района недавно буквально принято решение о демонтаже таблички создания Тверского государственного медицинского университета, о памяти расстрелянных поляках. Приходится заниматься и таким? Приходится, но это, опять же, надзор за законодательством. Проводили проверку, установили факты того, что эти таблички размещены с нарушением закона. Ну, по одной из них мы вообще не нашли никаких документов ни в архиве, ни в администрации города, разряжающих установку этой таблички. По второй табличке там были выявлены нарушения при ее установке. То есть, она была поставлена на то здание. Ну, это наше мнение. Мы его высказали. Администрация с нами согласилась, город Твери. И сейчас, я думаю, в ближайшее время будет принят нормативный акт администрации города по порядку демонтажа этих табличек. И нарушения закона будут устранены. Я скажу так. Вообще, процедура размещения жестко регламентирована. Мы в прошлом году открывали мемориальную доску бывшему прокурору области, Цветкову. И для того, чтобы это сделать, нам пришлось, наверное, месяца два или три заниматься этим вопросом, чтобы получить разрешение на установку и на нашем здании. Это, замечу, прокуратуре области пришлось этим заниматься. Не важно кто. Не важно кто. Мы должны были это сделать все законно. Чтобы потом нас никто не тыкал пальцем, что вот вы здесь поступаете так, а сами что хотите, то и творите. И мы на это никогда не пойдем. Мы получили разрешение, согласовали эскиз, место размещения разместили, открыли. И теперь у нас память нашего коллеги на здании нашей прокуратуры. Буквально несколько слов. Основные направления работы на год 2020. Основные направления это те, о которых мы с вами разговаривали. Мы поговорили недалеко не обо всем. Может быть плюс еще что-то. Далеко не обо всем. Ну и это защита прав несовершеннолетних, защита трудовых прав, жилищных, земельного законодательства, экологии. Ну вот все, что было, то и остается нашими приоритетами. Ну добавилось еще одно важное направление. Это реализация национальных проектов. Это надзор за расходованием денежных средств. Надзор за теми мероприятиями, которые проводятся, за их законностью, за нормативной базой. То есть там тоже значительные объемы нашей работы. Добавились нам, ну мы не ропщим, будем выполнять. То есть вот эти направления, они для нас являются приоритетными. Ну и я говорю, мы еще многого не коснулись. Мы очень многого не коснулись. У меня еще вопросов на порядок больше. В целом задач крайне много. Вы довольны работой своих подчиненных? Конечно, довольны. И буквально два слова совет тем, кто нас слушает, жителям региона. Может быть житейский. Житейские советы раздавать, это неблагодарное дело. Я к жителям обращаюсь, что если ваши права нарушены, то обращайтесь к нам, в органы прокуратуры, и мы примем все меры. Но нужно понимать, что вот если вы считаете, что ваши права нарушены, и они реально нарушены, то мы примем меры и защитим. Но бывают такие ситуации, когда граждане считают, что в тавтологии их права нарушены, но это не так на самом деле. Не находят подтвердения. Но тем не менее. Но тем не менее мы проведем проверку, дадим оценку и разъясним вам либо нормы законодательства, почему мы видим это так. И вы тогда либо согласитесь с нами, либо не согласитесь. Но это уже право каждого гражданина, жителя нашей области. Сергей Борисович, спасибо огромное за участие в нашей программе. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Сергей Борисович Лешников, прокурор Тверской области. Всего доброго, будьте здоровы.